Друзья, наши поездки по деревням и селам не остались незамеченными, и в один из прекрасных летних дней я получил сообщение от нашего подписчика по совместительству такого же преданного фаната автомобилей Audi и ценителя любой автомобильной классики, Дмитрия. Сообщение было довольно простое. Ребята, я купил гараж с автомобилем внутри, который не открывался больше 30 лет. Машина завалена старыми вещами из СССР, а также обвалившимися бревнами и прочими интересностями. Хотите ли вы увидеть это своими глазами? Мы согласились даже не раздумывая. Ведь не каждый раз вы становитесь свидетелями того, как открываются ворота к настоящей капсуле времени, когда есть возможность прикоснуться не просто к старому автомобилю, а к той эпохе, которая существовала давным-давно. Но ее все еще можно ощутить. Мы с Алексеем выбрали день, сели в машину и понеслись навстречу приключениям через почти 400 километров, которые разделяли Воронеж и Рязань. Мы опустим все подробности проезда через поля, заброшенные деревни, красивые здания и прочее-прочее. Сегодня мы здесь, чтобы открывать гараж с приветом из 80-х. В общем, Дим, расскажи, что в гараже, откуда он и вообще, что мы сейчас должны увидеть? Хорошая знакомая попросила посмотреть ее гараж с целью продажи. Ну, вообще, пожилая женщина обратилась. Что ей делать с гаражом? Он ей достался наследству. Ну, мы с ней приехали, открыли калитку, и мне это стало очень интересно. В общем, я приобрел этот гараж. В гараже автомобиль раритетно интересный. Ну, сейчас мы все увидим, откроем. Гараж не открылся 30 лет. Да. Ну, в общем, ты сам не знаешь, что там. Нет, в смысле, какая машина ты знаешь, но вот в каком состоянии. В каком состоянии. На ходу она, не на ходу. Ну, наверное, не на ходу. 30 лет, да? Вот. Сейчас мы все увидим. Ну, тогда давай. Все уже прям затаили дыхание. Такой, кстати, старинный замок. Старинный замок, да? Времен Петра. Потому что он, да, он не открывался совсем. И первоначально была большая проблема его открыть. Собственно, из-за времени ворота тоже поперекосило. Ага. И сейчас мы будем это все отсюда выговорить. С большими пустелями. Ну да, что-то все поперекосило, правда. Есть. Все, замок победили. Ну, готовы? Готовы. Хер на себе. Ох, ешкин. Фу. Ха-ха. Сразу такая пыль оттуда. Да, да, да. И запах соответствующий. Слушай, то есть нам сейчас нужно будет открыть ворота, да? Чтобы на свет божий вот это все. Сейчас мы будем делать. Сначала, наверное, ворота надо откопать. Откопать. Да, потому что здесь, друзья, да, действительно, все вросло в землю практически. Ну и тут... О, я вижу старый пылесос. Если это пылесос, по-моему, какие-то колпаки, что-то еще. А вот это... Это газовая плита, наверное, новая в упаковке. Старых еще времен, что ли? Да, да. Тут еще второй этаж, который обвалился на Запорожеце. Ешкин крот. Просто охренеть. Так, ладно, давай откапывать ворота, чтобы потом все это откопать. Там, посмотри, там цемент. Вообще он выше, чем этот. Да, похоже, залили весь гараж. А что, лом? Есть. Все. Наверное, с краю стоял как раз, чтобы начать. Ты не шутил, когда говорил, что можем не открыть. Да, приколюхи. А есть еще какой-нибудь? А, монтажка. А повыше ты не засунешь сюда вот сначала, Димка? Сейчас я попробую. Там уже упирается в бетон. Там упирается в бетон, наверное. Теперь... Как вариант. А если ее попробовать, мы не сможем подлезть вот так. И как... Вот чуть-чуть приподнять. Ты думаешь? Конечно. Просто, может быть, если параллельно вот там оттуда давить, и здесь немножечко вот уголочек приподнимать, ну, надо просто, наверное, раздолбить вот здесь. О, почук-почук. Давай мы же вместе будем. О, если держим, то только петли. И она и там упирается, и там упирается. Ну, это столько лет. Стоп, стоп, стоп. Что? Петли, петли отломим. О, петля пошла отламываться. А не закишем? Да. А то сейчас до конца все отломаем. А здесь? Крутся? Здесь крутся. Ее поскучать надо сейчас. Петли, петли, петли. Петли, петли, петли. Петли, 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 петли. Вот это вот. Да, да, да. Он стоит на стойке. С левой стороны винтовые стойки, справа я не видел. Справа пеньки, да? Справа пеньки, а слева до стойки. Утреечный домкрат. Хрен-то. А, да. Интересно, как он машивает. Будет он работать. Работает. Микросхенко. Да ладно? Тесла. Это микросхема от Теслы 30 лет назад. Илон Маск знал. Вообще похоже больше, что это картридж. Да, но от чего и на что? Оборудование. И вот какие-то лежат. Ну это прям старые совсем. Еще с транзисторами. Плита, похоже, новая. Ну там уже. Но я бы не советовал ей пользоваться. А вот тоже, смотри, ящик. А так хотелось. Походи, походи. В сырых местах не включать. Но там нечего включать. Это от машин. К-125. Что там еще всякие? Ух ты. Что в пакетике? Какая-то ампула. В смысле не ампула, а пузыречек. Оксоцилин на натриевая соль. В мешочке. Посмотрим, что в мешочке. Когда-то он был, видимо, новый. Но с мухой. Нет, наверное, это все-таки бэушный сигнал. Что там грязный какой-то. Наверное, на рабочий раз. Куда его обратно. Ну что, начнем вынимать это все? Да. Так вам приодится. Да. Банк с краской. А, это белило. ООО «Химпром» для отделочных работ. Прекрасно. Вот, сюда инструменты. Ага. Вот как раз. Гарбюра друг за мной. На, на. Работает. Смотри, даже ничего не заржавело. Новый, правда. Правда, новый. Да, вообще офигеть. У-у-у, ну это прям фетиш. Только здесь уже электро... Завод электроприбор. Да. Точно, ну... Это электроника. А, сказали, что документы здесь, на машину, что ли, должны быть? Возможно. А. Документы не наняли. Но, возможно, они в гараже. А как же их восстанавливать тогда? Никак? Можно через суд признать машину бесхозной, потому что никто против не будет. Это печь. А это что? Это муфельная печь для плавки металла. Записка? Записка. Это записка из прошлого. То есть надо купоросить. Три ведра. Один килограмм чего? Лед, мед. Купор. Развесить. 300 грамм чего-то там. Ну, в общем, какой-то рецепт чего-то. Очень-очень важный рецепт. Положим обратно. Друзья, наш канал совместно с клубным автосервисом Империя Авто разработали для вас, наших подписчиков, систему привилегий. И вот лишь некоторые из них. Дополнительная гарантия на работы, увеличенная для вас с 30 до 60 дней. При этом предоставляется полная заводская гарантия на установленные детали. Скидка на ТО для подписчиков канала. Бесплатная базовая компьютерная диагностика. 10% скидка на обследование бензинового двигателя эндоскопом. А также бесплатный абсорбент при обслуживании пневмосистем. Эти и другие бонусы на обслуживание своего автомобиля можно будет получить просто назвав промокод АВТОТУТ. Контакты клубного автосервиса Империя Авто будут в описании к этому видео. Так, значит, нам нужно, получается, убрать вот это все, вот это все, вот это все. То есть освободить, да, освободить москвич, ой, господи, запорожец у меня все уже. Освободить запорожец и его вытащить на свет божий, посмотреть. И что-то еще в конце там есть. Так. Так. Для непищевых продуктов. А мне вот чемодан приглянулся. Опа! Пойдем разбирать чемодан. Фу! Так, ножовка. Ножовка в инструмент. Хорошая. Так. Слив. Я думаю, он не нужен. А вот такой инструмент замечательный. Вот он приводится. Я нашел трансфер в упаковке. Ох! Он отсырял. Он отсырял. Я думаю, что внутри там все тоже плохо. Он погиб. Он погиб. Да. Теперь это уже стартер, который не стартерит. Интересно, а у нас какой-то похожий прямо на москвичевский. Другой? Да, это хороший стартер. Ох! Так. Какие-то опять микросхемы. В общем, видимо, автомобилем владел какой-то человек, который занимался электроникой. Потому что в нем, у него все в этих платах. Ой. Что это такое? Электронасос. Электронасос. Водолей. Куда его? Можно его сюда? Сюда. Сюда. Просто прицеп. О, плитка. А это что? Какая-то хрень. Что там? Бриллианты. Золото-бриллианты. Батареечки. 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 И радиодетали. Еще радиодетали. Больше радиодеталей. Это внутри похоже. А вот смотри. Полово. Припой. А это что? Тоже полово. Тоже полово. Тоже полово. А это с чем интересно? Это что-то сопротивление какое-то электрическое. Ну да. Ни хера себе. 16 ампер. 16 ампер. 16 ампер. Типа предохранитель что ли? Да. А вот это от магнитола. От старой. Что у него такая стоит? Пионера. Ага. У меня такая. Это старый-старый пионер. Я... Вообще. Так. Еще припой. Ручка от мотоцикла. Бритва. Ржавые гвозди. Огромные. Так. Вот тут вот запорожки. Так. Подожди. А что ты сюда это бросил все? А это не бросил. Это я нашел. Так. Это сюда. Нет. Нож. О. Ну ему уже хана. Это знаешь это вот из разряда когда видео снимают вот эти. Восстановление ножа. Ну все. Там что-то больше особ ничего и нет. Болт. О подожди. А это что такое? Медаль. Какие медаль? Какие медаль? Вот это тебе. Малая... Малая медаль. Выставка племенного скота. Да. А, выставка племенного скота. Ух, ничего себе. Это раритет. Министерство сельского хозяйства. Охо-хо-хо-хо. А какой год нету? А оно тут заживело. Да, да, да. Видишь все уже. Окислилось. Окислилось. Охо-хо-хо-хо. Больше ничего не вижу. Фу. Не, остальное хлам. Охо-хо-хо. 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 Подожди, подожди. Если что-то есть... Ух ты, господи Иисус. Так, игла инъекционная одноразового применения. Да. Аккумулятор на курсе. Аккумулятор на курсе. Еще одна. Так, ну все, этот вот сюда, в хлам. Детальки, детальки начали находить. А вот смотри, какой-то мешочек. Веревочка сгонела, а мешочек остался. С чем может быть мешочек? Ножи. Ух ты, вообще как новый. Как новый. И ножи. Нож белка. Рысь. Это белка. Да. Это уже... Один рубль шестьдесят копеек. Да. Это самодельный. Это самодельный. Это смарт-княжи. Вот что-то нашел выйти. Вещества какие-то. Как кокосик. Ха-ха-ха. Ой. Ну а правда что это такое? Молодёк! 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 Писать на ключ. Интересно. Что с этим делать? Занюхни. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Думаю, если этого занюхнуть, можно и не выжить. Да. А, и тут ещё. Грелон-Б. Что такое? Грелон-Б. Или трилон. Какая-то химия, наверное. Возможно, опасная. Фу, блин. Хотя не очень. Если в такой бумажке завёрнутся. Трилон. Сейчас загуглим. Всё. Такое, что такое складное? Трилон-Б. Это динатриевая соль. Этилин, диамин тетрауксусной кислоты. Органическое соединение натриевая соль. А вот ты же, ёшкин крот, это кислота. Да. Молодец. А мне на руку попало. Ну ладно, вроде не жгёт пока. Хорошо растворяется в воде и щелочах. Очень слабо растворяется в спирте, водный 1%. Да-да-да-да-да-да-да. И что ей делают? Может мне надо руку помыть? Это что такое? Капканы. А, это капканы? Да. И сети, и капканы. У человека была насыщенная жизнь. Ух ты, бочка! Видели бочку? Слушайте, прям как-то это всё очень опасно. Вот это вот. Наверное доски сначала нужно убрать. А потом уже... Подходы. Что это? Это компрессор КамАЗовский или ЗИЛовский? ЗИЛовский. А, да. ЗИЛовский. Может отличить ЗИЛовский компрессор от КамАЗовского. Как надо? Я прям боюсь туда заходить, честно говоря. Вообще да. Там спереди ещё хуже, если честно. Спереди там упало железо. А, прекрасно. Вообще вся эта конструкция рухнула из-за того, что там впереди килограмм двести металлоломок. А, там ещё вон что. Да, всё съедено там жучками, поэтому и рухнуло. Вы видишь? Ого! Самое интересное то, что они не сломались, они просто провисли от времени. Да. Потому что если бы сломалось, стекла разбились в машине, крыша сложилась. Всё это опустилось плавно за много-много лет. Так, ну бочку мы не достанем и всё остальное, пока мы вот эти брёвна не уберём. Да. Нам надо аккуратно сейчас вытаскивать всё. Угу. 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 Так, тогда сделаем так. Сейчас ехать. Сниму. Ну вот рюмочки нашли. А, подожди, в середине тоже рюмочки, тоже рюмочки. Хе-хе-хе. Набор водочника. Набор охотника. Охотника. После охоты. По водочке. Так, ну попробую что-то вынимать уже. Не-не-не. Пока там освобождаешь. Ладно. Слушай, ты хотел с оленев. На. Ууу, вареница. Мне кажется, если... Ой, даже на него смотреть-то противно. Не то что. прекрасный вообще старые лыжи просто прекрасные от времени конечно они ничего себе комплект лыж старых советских прям тут это тут музей можно открывать один гараж разобрали вот уже да 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 на счет чего-то для рисования наверно а может и нет багажник запорожский смотри какие резиночки на нем прям вообще весь еще как новый ты посмотри им вообще практически не пользовались съемник четки ухты ёшкин крот это прям фильмы про будущее можно снимать на сотке 82 подшипник на изи из фильма война миров тренога вот только маленькая не багажник четки три плюс два фильма не так на пол на волге сверху я не помню какой там такие детали но багажник просто фантастика скопуты может если почистить и вряд ли уже уже вряд ли мастерскую на стену это что такое опрокидывать точно это запрокидывать причем запорожки на прокинул и ремонтируешь ну вот комплект в машине если заняться восстановлением там должен быть значит второй да и штамм 2 должен должен при дальнейшем был по мы Субтитры подогнал «Симон» 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 Почти восемнадцать И я не думаю, что это его второй круг Я думаю, что это прям Первый круг, скорее всего Посмотри, он вообще Да Так вот, если мы сделаем Я думаю, никто же не обидится Ты посмотри Девственный вообще да эту машинку явно любили а в ней кстати вон еще и снасти лежат сетка рыбачья а это что манометр ключей пока нет ключей пока нет руль как новый панелька приборов вообще просто я не знаю видно не видно на видео на она космос ну ладно забираем дальше ну и и и и и и и так ну что получается все доски мы достали сейчас пойдем смотреть что там впереди постепенно но сначала нужно разобрать вот эту конструкцию мне кажется она от одного удара сейчас расколется дубовые если ух ты ёшкин кровь ты прям с таким знанием дела чё куда бить прям как будто каждый день старые гаражи разбираешь на самом деле тени автосервис у тебя поиск поиск старых автомобилей о ты прям как шварценеггер взял все вот так просто с одной стороны там стену что ли упиралась до запорожец запорожец почти свободен друзья смотрите вот журнал нашли старый моделист конструктор 88 года мне тогда было 4 годика сидеть и вот статья про 02 волгу новая модель волги удачно сочетает в себе традиционное решение присуще легковым машинам горькинского автозавода инноваторские находки ставящие ее на современный уровень автомобилестроения знали бы вы сколько она еще просуществует это у нас каталина авиолетопись разведчик а это торпедный катер митсубиси т-14 япония 1945 год а вот еще какие-то речной стражевой катер большой торпедный катер в общем что-то право это у нас статья первенец нового поколения газ 3102 двухкамерный вакуумный гидроусилитель тормозов с главным тормозным цилиндром типа тандем удобнее перевеснем здесь и схема есть автомобили и технические характеристики время разгона до 116 секунд и соответственно полностью статья эта компоновка компоновка у нас окончание статьи я ее сфотографирую так у нас первое первое открытие бага капота ну что вперед посмотрим ух тышь как она тут все сохранилось сохранилась пыльно все в оригинале смотри какая-то проволочка на чем-то накручена трус газа зачем он так по его не обрезали правильно зачем обрезать все в какой-то то ли плесени то ли запаху бензина бензина запах есть окись давно не пользуюсь масло промывайте уровень масло на уровне салкача заведется и поверит год выпуска 1975 75 до это завод я не знаю ни хрена себе ты глянь они не оторваны практически вот эти бумажки даже заводские смотри смотри вы с этой стороны вообще полностью приклеена то есть он сейчас стоит на упорах на подпорках точнее слева а справа на бревнах сейчас мы накачиваем колеса по идее он должен встать и быть выше этих упоров кстати пойти да он должен ожить до такого контента у нас еще не был то есть он стоял получается вот на а это был один пенечек и вот эта резинка и вот этот вот вот эта стоечка и тоже вот эта резинка с этой стороны на двух стойках друзья мы не покупаем этот автомобиль потому что у нас цель купить ну немножечко другой то есть что-то посвежее чтобы человек мог ездить каждый день мы приехали именно поснимать как открывается гараж в котором стоит действительно капсула времени самая настоящая неподдельная 75 года выпуска просто сейчас колеса почти все накачаны одно колесо осталось сейчас мы выкатим его на свет божий и осмотрим капсулу времени со всех сторон насколько хорошо может сохраниться москвич почему москвич чем все время москвич запороже 75 года выпуска так что делаем отстегиваем убираем крокодильчики компрессор давай стороночку сразу положим чё он встал с колен а зачем его цеплять мы его спасет сейчас выкатим да и все жопу ровно поставим дернем в сторону выкатим также потом закатим давайте кого не за роль тормозить окошко пускай так как рулить если он сейчас заблокируется а тормозить он не ручник держит поехали все 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 хватит все один слушай да ну вот за счет ёшкин крот один значок дима дернешь повернуть ну чё тут тут аккумулятор даже ух ёшкин крот ну капелюшку ему можно столько лет стоять ну чё будем разбирать багажник номер кузова в принципе читать считается петли петли сгнили автономка нормально 1 а хромает здесь нигде не может быть документов ключа еще снасти еще лопатка здесь что масса всего того что можно восстановить а насос то рабочий почти что новое 30 лет не пользовались хорошо запасы трос не стал бы я на нем уже ничего тащить вот верточки как обычно все советские пассатижи которые до сих пор ты глянь вообще как новый но я подозревает все смазки был свечей там запасно ядерную войну пережить наверно о вот это вообще просто шикарная вещь вот таким вот жестом и и и и и пьешь и вот такие завалы ну мы уже конечно в эти завалы не полезем друзья ну что достал велосипед пилы да давай поиграем сядешь нет не для твоего этого цвела слушай прикольный велик ваще сзвк да и кстати неплохо крутится и такой тык 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 в полной тишине покатился точно из фильма ужаса что нашел документы наверное в пиджаке нет машины чужие письма у него он читать но мы не будем читать это некрасиво так это сфср справка справка вызову предавление места по местребованию так это что справка она настоящим таком таком тоже действительно работает на заводе железобетонных изделий 36 ну вот так так держу квитанция сбор транспортных средств 10 10 рублей а где же документы то 85 85 году он стоит получается так это подожди это 37 лет 86 год и все и на этом тихосмотра кончилось начинная квитанция сберкасса 10 рублей рублей 50 техосмотр транспорт налог техосмотра получил так мы это не будем показывать справка для предоставления госавтоинспекции а ну годен годен для управления все мы самое волнительное всероссийское собственно автолюбителей так водительское удостоверение талон предупреждений вот кстати что было раньше талон предупреждений техпаспорт да 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 вот он паспорт вот собственно и все друзья но все дима он теперь с документами что будешь делать теперь теперь можно теперь можно подумать над тем что что с ним делать дальше мы соответственно в нашем либо телеграм-канале и в телеграм-канале и в группе vk будем следить за судьбой вот этого запорожца вот с тебя тогда фотографии да когда это все отмоется да друзья здесь конечно есть что отмывать есть что делать давай 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 бабац да ладно ну а так смотрите все ручки все стеклоподъемники все работает так выглядит салон все в сохране а подожди вот сейчас включи свет габариты задние есть а повороты накручу подожди оттуда пойдет все следующее у нас на очереди оживление какой москвич 407 этот навык тебе пригодится в ремонте porsche 911 если он приедет на сервис я думаю что там плюс минус будет очень похоже нифига там бензин был а ты говоришь на литий да он качает для насос качает рабочий но по запаху на этом уже он работать не будет насос прям бодрящий бодрящий так у нас новый бензобак стоящим бензином они тем что теперь в баке искры нет может быть она как раз и есть та самая искра да искра есть да машина не заведется с катушки такая вот перемычка противоугонка ну пробуем он не на скорости у нас ничего ждал да ладно Это было эпично, Леха в роли стартера, Димка в бензонасос. Без ключей мы же не прокатимся. Руль не блокируется. Ручник зато железобетонный. Попробуем завести? Да, да, все работает. Да он новый. Чем ему не работать? Кривой здесь где-то лежал. Вон Леха на нем лежит. Леха кривой лежит на кривом. Да! Все, уже без черного дыма. Да, мягенький, мягенький прям вообще. Ну что, надо, садись. Надо пробовать. Ну так хоть капелюшку. А, сейчас. Давай. Там же не видно ни... Грена! Двери классно закрываются. Вообще супер. Все, завели. Теперь уже это не капсула времени. Теперь это бэушный садорожец. Смотри. Да, белые ремни безопасности. Январь 75-го года. Январь 75-го. Да, сегодня эпичный день. Погоди. Стой, стой, да, машина, погоди. Ручник рабочий. Ах ты, блин! Да, 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 да! Ручник рабочий. Продолжение следует... Вот это... Эпично! Ну и хватит! Покатались и хватит! Все абсолютно цели на сегодняшний день мы выполнили! В общем, друзья! Ну, это было эпично, вы сами все видели! Не то, что разобрали и вытащили, но еще и оживили и свели! Ну, вот такой вот раритет! В общем, спасибо ребятам за то, что пригласили! Спасибо огромное! Очень было приятно и познакомиться, и повытаскивать Запорожец! В общем, по всем вопросам по Запорожцу в описании к видео будет ссылка на страницу Димы! Поэтому, кому понравился, да? Пожалуйста! На здоровье, как говорится! Ну, а мы собираем шмотки и... Воронеж! Всем пока! Удачи! Удачи! До встречи в бутылке! Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Субтитры подогнал «Симон»!» тридцать шесть лет жизнь всем спасибо все свободны удачи